Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня воскресенье, 7 мая, в неделю четвертую по Пасхе о Расслабленном. За богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона отца Даниила. Песня «Во время оно, взыди Иисус во Иерусалим, есть же во Иерусалиме на овчий купель, я же глаголец еврейский Вифиздал, пять притвор и муще. В тех слежаше множество болящих, слепых, кромых, сухих, чающих движение воды, ангел Бог Господень на всякое лето, схождаше в купель и возмущаше воду, и же первее влазяше по возмущении воды, здрав бы ваше, яцем же недугом одержим бы ваше. Бежит у некий человек, тридесять и осьм лет, и мы в недузе своем, сего видев Иисус лежащий разумев, яку много лета уже имяши в недузе, глаголы ему «Хочешь ли цел быть?» Отвещай ему недужный «Ей, Господи, человека неимом, да игда возмутится вода, вежит мягку пель, игда же прихожду аз, ин прежде меня слазит». Глаголы ему Иисус «Восстаньи, возьми одр твой и ходи, и обездрав бысть человек, и взем одр свой и хождаше, бежит суббота в той день, глаголах уже жида весь селегшему, суббота есть, и не достоит тебе взять одра твоего, он же отвечай им, и же мясо творит цел от той мне рече, возьми одр твой и ходи, вопросишь же Его, кто есть человек реки и ти, возьми одр твой и ходи, исцелевы же не ведешь и кто есть, Иисус, Бог, уклонися народу сущу на месте, потом же обрети Его Иисус в церкви, речи ему, все здравысть к тому не согрешай, да не гоши ти, что будет, и где же человек, и поведай иудеем, як Иисус есть, и же мясо творит цел от. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овчих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, «И взял постель свою и пошел». Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» «Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют об исцелении Расслабленного. Купальня, у которой было совершено исцеление, располагалась на северо-восточной стороне городской стены, на пути через Кедрский поток, в Гефсиманию и на Елеонскую гору, у овечьих ворот. Ворота эти были названы так, потому что близ них был рынок, на котором покупались овцы для жертвоприношений или потому что через них прогонялись к храму эти животные. Купальня называлась Вефезда, что в переводе с еврейского значит «дом милосердия» или «милости Божьей», так как только благодаря милости Божьей к народу она имела такое чудесное целебное свойство, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. У купальни был человек, находившийся в болезни 38 лет. Нет, вероятно, он находился у этой купели продолжительное время, и около него не было помощника, который бы окунул его в воду тотчас по ее возмущении. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Александр Павлович Лопухин пишет, «Больной, очевидно, уже утратил способность сознавать всю силу своего несчастья, и Христос своим вопросом возбуждает в нем надежду на возможность исцеления, желание выздороветь». Больной был не в состоянии передвигаться самостоятельно достаточно быстро, чтобы погрузиться в купель сразу, как вода начинает возмущаться, а потому отвечал, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И в этих словах отразилось его терпение. Не имея успеха столько лет, он все-таки не отчаивался. Господь, исцеляя расслабленного, говорит, «Встань, возьми постель твою и ходи». Святитель Иоанн Златоус замечает, «Христос не тотчас исцеляет его, а сперва предрасполагает его к себе вопросам, пролагая в нем готовый путь вере, и не только исцеляет, но и повелевает взять свой одр, чтобы и совершившееся чудо имело тем более достоверности». Вероятно, исцеленный вскоре пошел в храм, чтобы принести благодарность Богу за свое исцеление. Здесь и встретил его Спаситель. Желая излечить не только его тело, но и душу, Господь призывает, «Вот ты выздоровел, не греши больше, что бы ни случилось с тобою, чего хуже». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о том, как меняется человеческая природа, встречаясь со спасительной благодатью Божьей. И лишь обращение ко Христу и стремление проводить свою жизнь в исполнении заповедей Божьих дает надежду на подлинное исцеление не только тела, но и души. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова